Читаю вопрос. Я считала, что ничего не нарушаю, так как отсутствовало менее 6 месяцев. Однако при въезде в декабре я была отправлена на вторичный контроль, где офицер сказал, что я отсутствовала слишком долго, что период нахождения в стране должен быть больше периода отсутствия. Он сделал отметку в паспорте «Advised of Resident Requirement» и предупредил, что на второй раз при таком долгом отсутствии есть риск лишиться грин-карты. Сейчас, в конце февраля, мне снова нужно уехать на 3 месяца. Чтобы уволиться с работы, решить административные вопросы и поддержать маму, у которой проблемы со здоровьем. Вопрос. Насколько велик риск лишиться грин-карты, учитывая, что я уже предупреждена о правилах? Как вести себя на границе по возвращению? Возможно, нужно иметь с собой документы на дом, выписки из банка, счета, налоговую декларацию, чтобы показать, что намерений покинуть страну не было. Когда человек имеет грин-карту, грин-карта считается бенефитом, а не правом. И, к сожалению, подразумевается, что при наличии грин-карты ваше намерение жить в Америке. И если вы отсутствуете половину времени или больше, то подразумевается, что, может быть, вы здесь не живете, или вы живете половину времени здесь, половину где-то. Кроме этого, сразу появляется вопрос о том, может ли вы работаете за пределами Америки и не платите налоги за это. То есть там есть скрытые разные другие вопросы, другие проблемы, из-за которых так придираются на таможне. Но, в принципе, если вы отсутствовали каждый год меньше, чем полгода, то у вас, по идее, не должно быть проблем. То есть вы могли просто попасться на более такого придирчивого пограничника, который вам дал предупреждение. В принципе, если вы были больше половины времени, то есть больше, допустим, чем 6 месяцев вы находились в Штатах, уехали на 3 месяца, да, желательно иметь документы, подтверждающие, почему вы отсутствовали, и что у вас намерение жить в Америке, у вас есть работа, жилье, ваши вещи, все находится в Америке, и там вы были временно, и что вы там не работали, и у вас было на что жить. То есть желательно иметь всю эту документацию, по идее, проблем не будет. Но если вдруг будет проблема, то у вас не заберут грин-карту навсегда. То есть если вдруг ее отнимают, то вам нужно идти к иммиграционному суде и просто платить адвокату за помощь, и доказывать, что вы здесь жили постоянно. И если вы реально отсутствовали меньше, чем половину времени, у вас не заберут грин-карту. Просто, может быть, будет возня, и денег будет стоить, чтобы добиться ее обратно. Если вы будете отсутствовать больше 7 месяцев, лучше сделать риэнтри-пермит. Есть специальный такой документ для поездок. Тогда он подразумевает, что вы, может быть, будете больше года отсутствовать.